Ригерд Академия Всем привет и сегодня я хочу вам представить моих друзей, привет из Павлодара, и Павлодару тоже привет, и немножко посмотреть на то, что происходит здесь в Ригерд Академии, что за зал, только что включил телефон, только что включил телефон, но почему-то нет связи, и поэтому жене не могу позвонить, надеюсь, что она выйдет в Перископ, увидит меня и в общем-то узнает, чем я здесь занимаюсь. Рывок 110 будет. Так вот, господа Ригерд Академии на метро Дубровка, метро Дубровка искал, недолго искал, но в Яндексе забил Ригерд Академии и привел на место. Здесь варики есть, есть гребля, ремонт простой, турников 1,2,3,4, 8 турников, штанги по мосту ригновательных. Музыка, штанг, лагает? Ну, такой интернет. Основной вопрос, фейка тяжелая, это люди. Больше 150 шаг было записано. Но погода вынесла в свои коррективы, все замело, все замело, все дороги, все пути, не проехать, не паять снега, очень много, очень много снега. Нет, будет бесплатно. Ригерд Академии, красавчик, вот, пожалуйста, Дмитрий. Ну, вот, послушайте, послушайте. Это уже сформировавшийся бренд, поэтому не может он быть в другом месте, поэтому я придумывал формат третьего сезона, очень интересный. Я кому рассказывал, всем очень понравился, он новый, он намного интереснее, и могу только сказать, что будет Вегерд Академии. Как Шпак сказал, у нас кризис не сломает, но мы все равно его сделаем, потому что, когда люди действительно что-то хотят, они все равно найдут возможность это сделать. Старый, настоящий. Ну, мы будем на это надеяться. Димон, тебе привет. Что еще? Можно? Вопрос такой более практичный. Давай, давай, любые вопросы, Светлана. Вот он сам. Организатор на строительстве. Силовые? Создать. Не бухай. Не бухай. Ну нет, если уже выгодится. Не, смотри, давай так, давай так. Я еще вопрос. Как максимально быстро глядится тренировочный процесс, собственно говоря, ну и с минимальным моментом. Если бухай? Не бухай, да, если бухать, нет возможности заниматься. Что там, перехода, есть, ну, где его подпишут? Дружище предлагает. Сколько дней? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова В смысле? Ты сорвался, попил пиво. Один день или неделю? Нет. Новый год, да, там, зал закрыт, 4 дня не был в зале, там, день попил пиво, да? Когда мы снимаем, делаем так, чтобы я... Зал второго года, 4 дня никого не делал, что-то, что-то. Зал второго, за третьего. Нет, смотри, 3 дня, 4 дня, роли не сыграют. И за 4 дня, что-то ты не делал, ты никого не... Нет, не уйдет силы. Если пить 4 дня, что, ни разу никого не пил 4 дня, что ли? Нет, за 4 дня ничего не уйдет. Я не знаю, может быть, как вот ему, как профессионал в фитнесе скажет. За 4 дня, если человек отдыхает, не тренируется, вот он вопрос, как сохранить силовые показатели за 4 дня, если расслабиться? Нет, силовые это не ко мне. Ну, мне кажется, логично, если после отдыха не... Если ты ушел на какой-то отдых, не ваш 4 дня будет, или сколько-то, если ты понимаешь, что ты болел, или ты отдыхал, все равно организм тебя немножечко... Мини-ник, привет. Соответственно, если ты поздравый человек, ты не поддерживаешь после возвращения в зал на рекорды. На самом деле, очень интересный факт, проверенный вот сто процентов. Когда вы заболеваете, то организм ваш начинает бороться, он выбрасывает все свои резервы. Прямо выбрасывает все свои резервы на борьбу с болезнью. И в этот день, или на следующий день, очень сильно будет перейд. Прямо нереально будет перейд, потому что организм весь мобилизованный. Но, если вы готовитесь к соревнованиям, вот, вернее, если вы на соревнования поедете в Более, вы будете купить круто. Если это только-только начало. Но, если вы тренируетесь, и вы знаете, что вы больной, до соревнований далеко, и если вас попрет, и вы начнете это все использовать, потом будет яма просто невиальная. Поэтому, если ты понимаешь, что ты больной, надо отдохнуть. Понимаешь? А после болячки, ну, это логично. Если после болячки, или отдыха, твои мышцы уставшие, у тебя немножко координация будет не та. Ну, здесь даже, я не знаю, вопрос в чем. Естественно, надо опять заново, с нуля, аккуратненько восстанавливаться. Но этот момент очень интересный, что действительно прет, когда заболеваешь. Действительно прет. Но только первые два дня, когда почувствовал простуду, вот в этот день и следующий будет переть, а потом умрешь. Если будешь потренироваться, а еще будешь форсировать то, что тебя действительно чувствуешь круто, это потом вообще яма будет еще больше. Поэтому лучше не делать, если это просто тренировка. Можно вот такого вопроса? Вот если, допустим, уезжаешь, ну, допустим, на месяц у тебя занят, работа или поездка, да, чтобы сохранить силовые... У меня такого не было, я не знаю. Вот вы, допустим, выступаете, кто-то уезжает, зачем-нибудь другим занимается, да? И вот у него есть, как бы, например, может, там час или два в неделю уходить там на тренировку. Ты играть будешь? Да. Как можно, ну, не как часто... Да, я говорю, у меня максимальный перерыв, максимальный перерыв после соревнований был в 2008 году после Пекина. Я не тренировался 20 дней. Я выступил на Олимпиаде в Пекине, и дальше 20 дней я не тренировался, вообще в зал не заходил, потому что у меня просто не было времени, у нас были встречи с... ну, как в Кремле, а потом там Громов нас там встречал. То есть были разъезды, сабанту и так далее. Когда я пришел в зал через 20 дней, я был вообще ноль. Ну, естественно, когда ты нольки начинаешь спать с нуля. Я не пытался как-то их сохранить. На сколько результат? Я, я после себя закончил. Я не пытался их сохранить, потому что я понимал, что я закончил, и теперь я до соревнований очень далеко, мне не надо форсировать. Я опять сфокусировался на базу. Я начал готовить связки, суставы, мышцы и так далее. То есть когда ты выступил на соревнованиях, все это, закончился этапом, дальше ты должен опять начинать все с нуля. Ты не можешь вырвать 200 килограмм на соревнования, потом пройтись, собрать все подарки, прийти в зал и опять 200 порвать. Нет, будет естественный спад, нормальный спад. И опять надо с нуля. Вот график идет, ты всегда с нуля начинаешь, с нуля, с нуля, с нуля. С нуля не имеется в виду, что ты сдулся до грифа, с нуля, это имеется в виду, что ты опять должен строить свое тело заново. Есть? Когда это 20 дней, когда вы не тренируетесь, я не знаю, как это организм работает. Я имею в виду, что, допустим, вот есть те же 20 дней, да, но вы как-то заняты, но вы не можете не дарить время, но проникеться целая силовая. Как вы думаете, сейчас? Если вы прийти в зал, допустим, начинать заново, а если вы не вырвали, я могу вам все с нуля 20 лет. Ты поздно же. Ну, если ты хочешь какое-то упражнение, услышишь, как новая директора, ну, вот, демц. Братер мой, батер. Если ты не тренируешься, если ты отдыхаешь, естественно, что ты будешь себя чувствовать не очень комфортно, когда ты зал вернешься. Никак ты это не изменишь. Нет, ну, я понял. Смотрите, вот, то есть, у тебя есть мало времени на тренировке, да, и, допустим, в неделю ты можешь, ну, раза-два-два зайти, да, ну, чисто потому, что, ну, ты можешь сохранить, ты можешь это сделать. А вот, и вот, два-три раза в неделю хватит, чтобы, ну, потом быть, и, ну, вернуться, да, у тебя будет форма. Ну, это сбежит, и, у кого говоря. Семинар бесплатный. Желтый в футболке тупит, его надо просто бонить. Восьмая серия после завтра. На фарме тренироваться можно раз в неделю. А? По каждым можно на всей. Все от цели зависит. Правда, что минимум мясо не ест. А? Не знаю. Очень много об этом говорит. Я не знаю. Он на равные же говорил, что мы в неделю. Не знаю. Знаешь, я не хочу, потому что, если я... Это мой друг, и я, как бы, не хочу ничего говорить. Я не знаю. Были у вас травмы? А курица, это же не мясо. Травмы колену с ставим. Были у вас? Нет. Битков. А чем отличается, когда мотают пожлипсинки? Травмы какие? До операции у меня вообще операции не было. То есть, операционные травмы не было. У меня было везде травма. Но именно про операции, то, что действительно серьезная травма, которая требовала вмешательства. У меня было известно плечок, но мне его вылечили. Инъекциями там вылечили. Хотя, в принципе, оно должно было быть прооперировано, потому что был поставлен диагноз, который... Надо было вмешательство. Я, в принципе, лег в ЦТО уже, Центральный институт травматологии ортопедии. Мне сделали, как положено, клизму. Мне побрили там все. То есть, должны были резать на утро. Но потом приняли решение, что не будем делать, потому что не успел бы я калипиде восстановиться. То есть, я рад, что 20 лет я прошел своей спортивной карьерой. И, в принципе, ни с грыжи меня не резали, ни с чем. Вот. Я этому очень рад. А травмы были и везде. Вот серьезных таких не было. И я ответил им? Это еще про... Про наматывание? Да. Что именно? Ну, чего они отличаются в партнете и в трехлете? А... Здесь, как бы, здесь, как бы, вот, вот, я полностью открыт остается. Ну, я тебе не могу, я тебе могу так сказать, что в пауэрлифтинге цели другие немножко. То есть, в пауэрлифтинге ты должен... Ты используешь наколенники или там вот эти бинты для того, чтобы добавить вес. Для того, чтобы встать больше. Там же есть по силе разные натяжки, там, я не знаю, какие-нибудь... Три вины там, да? То есть, это они тебе помогают. Штанки мы не используем наколенники или бинты. Вы заматываете сверху? Я заматываю сверху чисто потому, что сохранить тепло. Я здесь не делаю такое давление, то есть, я не делаю такую компрессию. Я просто делаю, использую, как на колене. То есть, я мотаю здесь сильнее, чтобы поддержать связку, а все остальное у меня, как на колене. То есть, мы когда мотаем кисти или колени, у нас три цели может быть. Как у пауэрлифтеров помочь встать, поддержать связку и сохранить тепло. Если мы говорим про штангистов, то мы никогда не используем бинты или наколенники, чтобы помочь себе. Остается два. Сохранить тепло и поддержать связку. Здесь мотать сильно смысла нет. Ты передавишь мышцу, мышца должна быть рабочей, ты ее должен чувствовать. Поэтому остается здесь поддержать связку, именно затянуть там, а здесь все остальное просто для тепла. И все. Вы же используете наколенники, а я наколенники не использую. Я мотаю здесь чуть-чуть, для того, чтобы просто тепло было. Поскольку наши аптечные бинты, которые в России продаются, они не сильно обрезинены, как лифтерские. Соответственно, у тебя нога не немеет, и плюс она не сильно потеет. Потому что когда резину вы одеваете, они потеют. Неважно, на один подход его одел, или на 10 подходов, или на полчаса, у тебя будет потеть. Когда ты потеешь, это не очень хорошо, именно в этих частях. потому что между сплотом выходят нужные вещи, нужные элементы кальция, магнит, все эти вещи. Естественно, когда связка ослабевает, сустав ослабевает, мышцы ослабевает. Поэтому, когда я мотаю вот этими аптечными, через час намотки, я вообще сухой весь, понимаю. наколенник всегда, просто у него уже он мокрый. Наколенник резиновый? Не, ну вот эти как раз, бентроктейли. Ну вот я просто и говорю, то есть ты одеваешь эти резиновые наколенники, ты не можешь их ходить слишком маленький, для того, чтобы действительно сделать компрессию, потому что у тебя на газа не имеют, тебе будет неудобно делать рывок там на много раз, или там так далее, Ты тоже немножко побольше одеваешься. Одеваешь побольше, уже не такая компрессия на колено. То есть, суть поддержать колено здесь не имеет значения. Для тепла, ту матч. Слишком много. Понимаешь, больше, чем тепло. Слишком тепло. Настолько тепло, что пот там льет град. Ты снимаешь на коленник, там льется, он весь льется. Поэтому он абсолютно бесполезный. Для чего они нужны? Я не знаю, я никогда не использовал. Мне, нам их много давали в этом сборнике, каждый год выдавали, я их всегда раздаривал. Я их никогда не использовал. Обычные аптечные наколенники, обычные аптечные бинты, это прямо как очень... Сейчас американцы почему? Пронюхали в этот момент про русские наколения, про русские бинты. У меня жена их отправляет коробками, контейнерами из России туда, в Америку. Это Америка носит мои бинты, мои наколения. Люди поняли, в чем суть. Я там зашел в небольшую пропаганду, объяснил, почему, что, почему. Но это действительно так. И все, и люди начали покупать, что действительно так. Не надо эти все рейдбенды одевать, они стоят в тысячу раз дороже, это не в толку нет. А эти еще инзеровские. Зачем в штанге используйте инзеровские бинты, это вообще другая история. Человек одел один раз, присел максимальный вес, который его вытолкнул с пола, и все, и снял. В штанге они не канают, другой вид спорта, так же, как и кроссфит. А какие травмы чаще всего можно получить заниматься кроссфитом? Психологически. Если говорить, что кроссфит это все, то тогда все. Везде можно травму получить, вообще везде. Мне кажется, в гребле нереально травму получить, нет? Есть гребцы здесь, да? Есть. А, реально? А, а что можно травмировать? Спину. Спину, да? Спину пусть он зернут. Даже в гребле. Спрашивает с грыжами позвоночника, можно ли тренироваться? Можно. Да все с грыжами. Я, например, уверен, что у меня тоже что-то есть. Я просто никогда не проверялся специально. Вот, хорошо. Я думаю, что можно. Слав, скажешь, что можно? У тебя с грыжами можно? У меня пять лет назад операция была позвоночная. После этого...